Большинство зрителей знает Олега Меншикова как актера и художественного руководителя театра Ермоловой. С недавних пор артист пробует себя и в новой ипостаси, а именно в качестве интервьюера. На YouTube-канале Меншикова уже можно найти четыре разговора с интересными людьми. Однако больше других фанатов заинтересовала беседа актера с Аллой Пугачевой. До этого Примадонна целых 10 лет не давала больших интервью. После объявления о перерыве в музыкальной карьере артистка предпочитала проводить свободное время с близкими, редко появляясь на разнообразных светских мероприятиях. В эфире программы «Вечерний» Ургант Меншиков рассказал, как ему удалось уговорить Аллу Борисовну на откровенную беседу о творчестве и личной жизни. Алла Пугачева, не понимаю, как мне так повезло с мужем после Киркорова, я давно хотел с ней откровенно поговорить. Все-таки Пугачева, это величина, глыба. Я написал ей письмо, причем действительно писал от руки на хорошей бумаге, которую покупаю в Италии. Я отправил послание на полторы страницы, и через какое-то время Алла Борисовна прислала мне смс. Мы поговорили, и она согласилась дать интервью. Помню, как она пришла в театр. Вроде бы хозяин театра я, но тут пришла Пугачева и сразу стала хозяйкой, поделился эмоциями Меншиков. По словам артиста, ему всегда была по душе профессия журналиста. Однако Меншиков не причисляет себя к великим интервьюерам. Его цель – просто поговорить с интересными людьми, узнать их мысли и тайны. Теперь Олег Евгеньевич надеется, что Пугачева даст ему еще одно интервью, ведь она сама пообещала вторую встречу. Я на самом деле волнуюсь перед каждой такой беседой. Выходит, наши разговоры редко, и я получаю от этого опыта большое удовольствие, подытожил Меншиков. Приятельское общение народного артиста и Примадонна продолжается уже много лет. Несколько месяцев назад Пугачева даже посещала театр Ермоловой, чтобы понаблюдать за тем, как играет Меншиков. Сам же Олег Евгеньевич старается экспериментировать. Так, он стал основателем проекта кино на сцене. В рамках данного спектакля известные артисты зачитывают сценарии всеми любимых фильмов, а также исполняют музыкальные номера из них. Меншиков и его команда уже интерпретировали такие ленты, как «Неуловимые мстители» и «Покровские ворота». Теперь же на сцене появится театральная адаптация «Бриллиантовой руки». Сам артист уверен в том, что творческие люди должны экспериментировать и пробовать себя в новых жанрах. Только в таком случае сохраняется вероятность того, что актер будет на протяжении десятилетий интересен публике.